Вопрос в том, как я работаю, и я использую небольшие пляжи, так как вы можете видеть, что я уже видел, но все смотрят на разные пляжи. Но сначала я буду показывать, как я приготовлю свой пляж, потому что это немного друг от ваших пляжных пляж. И примерно 10 лет назад мой товарищ на следующий компон показал мне, Как можно сделать дозу с помощью инструментов донетиста? И с тех пор я использую этот метод с большим удовольствием. Мой папа должен делать донетист, это очень хорошая вещь для меня. У меня папа и сестра донетиста. Если вы можете посмотреть, вы можете посмотреть. Очень легко это работает. И это работает. Я использую это. Я использую это. Продолжение следует. В четыре направления. И это готово. Это очень быстро. Вы можете чувствовать это очень глубоко. Это будет очень красиво. Это гораздо быстрее. И мы с помощью такого инструмента получаем более глубокий и сочно-чемный. И я могу менять насадки, чтобы получать разные текстуры. Более мелкие, более крупные, более глубокие, менее глубокие. Как вы можете истили на донетист. Так что есть разные способи использовать. Я использую это для метод сантин. И делать сначала все черное, а затем струкнуть, чтобы оттуда получить половину. Я делаю это точно так же, как традиционное мастера Метод. Сначала закачавшись в доску полностью, чтобы... ...и ориентировать другого почвы на цвет оттопа, выглаживаю его, чтобы получить более светлую длину. Для цвета я использую разные доски, в частности вот этот подкис сделан с помощью двух досок. И я его использую просто черный. Ну и вот посмотрите, как я использую шестный инструмент для получения черного цвета. То есть вот светлый участок, вы видите, он не тронет инструментом, вот он так выглядит при печати. А это как раз таки то, что я получила при обработке доски этим инструментом. И это не так, что я работаю абстракт, но я также часто работаю огромное, большое. Я люблю большие цветы, маленькие тоже, но это другой энергии. Но если вы делаете большие цветы, то это имеет совершенно другую ощущение. И это мой характер. Ну, еще мне свойственно не только работать с абстрактными, а с абстрактным материалом. Но у меня есть такая тенденция, это большие-большие вот диски. И для этого как раз таки тоже нужно разнообразие текстур и этот подход, но более подходящий для больших форматов. Да, это разная культура восприятия, разные подходы к осматриванию, потому что все маленькие вещи нужно смотреть близко перед глазами, они высоко детализированы, а крупные хорошо смотрятся на расстоянии. Итак, я сделаю эту тексту. Сейчас мы напечатим все это с этой доски. Вначале я сделала два плейса, потому что я хотела сделать два цвета черного цвета. Как я делала с этой, это два черного цвета. Это красный цвет и красный цвет. Сначала я сделала этот текст в двух тоже досках, потому что мне хотелось получить два разных синих цвета. Например, вот на этом тексте тоже можно видеть два разных синих, но с других досок. Но когда я стал работать со второй частью, со второй доской, я просто не получил эту часть, которая хотела. А у меня он здорово то, что было сделано с одной основой. Эта краска Charbonnet, известный производитель материалов для печатных техник. И я использую только немецкие бумаги, а теперь мне придется использовать какое-то другое. Так что за 35 лет я делаю все равно. Так что за 35 лет я делаю все равно. Да, потому что вот лет 35 лет, я использую только бумагой, одной той же грамотой, одной плотностью. Так что будем судить строго. Это тоже не мое. Это замечательно. Да, я не могу. Я надеюсь, вы не отражаетесь для песядок. Я уже предпочитала инфа в доме, поэтому это имеет немного пазовидной среды. Я добавил немного ойл. Я заранее подготовил краску дома для того, чтобы на печати есть, потому что я добавил, скажем, немножко масла для того, чтобы она стала более пластичной. Вообще при печати важно, чтобы, или не печати, а при набивании доски очень важно, чтобы краска попала во все углубления, поэтому используется такой шпатель и резиновый или валик. А сама, по-своему, да, можно даже подогреваться на плитке, чтобы краска стала более пластичной и попадала во все участки на леске. На самом деле, в большинстве случаев я не использую краску. черный, просто количество краски, количество чернил и их плотность настолько высоки, что это скорее, скажем, некое приближение к черному, чем черный зерк таковой. И на самом деле это очень красиво, потому что с одной стороны воспринимается как черный, но на самом деле это цвет. и все-таки чувствуется, что что-то с этим черным цветом не то. Что-то есть у него невыносимого. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, давайте пока у меня есть время, давайте я отвечу. Какие белые петли вы используете? Я называю, что это самая петля, это немецкий. И для больших петли я сделала большие петли. Я купила ханемюнен на руль. Это 11 метров, по 150 метров. Это очень красиво. Для больших петли я использую ханемюнен. А это можно было в воде. Да, в воде. В воде. 11 метровый лон, шириной метр с чем-то. А это можно сказать... Зеркал, light. Нет, это не light. Зеркал, нет, это не light. И в моем студии, в Германии, у меня два петли. Один для больших петли. И один для маленьких петли. В моей мастерской у меня два печатных станка. Один из них трехметровый, то есть в два раза больше. И один из них такой же, который висит перед собой. Но ты не всегда чувствуешь, как работать большой. Иногда ты не будешь работать маленьким. Так что это зависит от этого. Для меня это маленький, но да. В общем, все здесь достаточно. Итак, если я примерно здесь, я начинаю использовать петли. И если у меня большой петли, я обычно беру этот петли. Это... ... ... ... ... ... ... ... Я вам показываю, как это делается на больших хостях. То есть это кусочек дерева, на который прикреплен к бойлу. Я делаю этот инструмент сама и я никогда не использую руки. То есть голыми руками я стараюсь краску не убирать, я только что делал так. Я использую этот инструмент. Так что это почти... Я могу сделать это, если я хочу, я могу сделать это до 100. Они будут изменены после 40-50. Но, конечно, я могу сделать это легко. И, конечно, я могу сделать это хорошо. 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 Я могу сделать это более 50. То есть черный цвет я могу дорабатывать, чтобы он оставался глубоким. И, естественно, там, скажем, обычный тираж, такие исты штуки я получаю... Но я вообще работаю с большими тиражами только если они заранее покупаются каким-нибудь директором или издательством. То есть у меня каждый год бывают заказы, когда полностью весь тираж покупается одним заказчиком. Для них я делаю большое количество отисков. Но так для себя, для работы с музеями и дверями я обычно не ухожу за рамку 15-й отисков. Я думаю, что последняя часть, всегда без глаз, потому что можно чувствовать лучше. Я думаю, что это очень просто. Очень просто тяжелый и как бы не успеть испытывать проблем с такими мишенными тиражами и медиа. Я думаю, что вы любите большие принтеры, вы испытываете какие-то проблемы с большими платы? Да, это сложно для меня, это очень тяжелый. Это очень весело. Это очень тяжелый платы, но несколько лет назад я мог бы найти, с очень хорошим ценным ценам, очень тяжелый платы. Да, с большими отисками это не так просто, даже физически, потому что, например, вот эта медная доска, она очень тоненькая, как вы видите. Но для больших работ это не подходит, и я для больших вещей специально ищу подходящую медь. Не так давно я подходит, даже толстый лист, но это получается так, что иногда дотащить даже самого печатного пресса не так-то просто, так как оно в одиночке печатать их тяжело. Это физическая часть работы каждого художника, кто занимается печатными цветами. Я пока вот эту доскуку не запустила в тираж и отлично не печатала, делала пробную отиски несколько штук, так что будем с вами смотреть, что получится. Я не знаю, что это происходит. Так, вам помашка еще не подсохла насколько нужно, потому что у нее очень лови черния. Это немного too wet, поэтому... Если она слишком мокрая, тогда просто берем резерву. Конечно, в моем студии все работает разно, потому что, знаешь, это все. Но мы понимаем, что каждый художественный профессионалист, и каждый мастер сходит со своими проблемами. И, конечно, я говорю, что я имею в виду, если это не работает. И если она хочет подходить к условиям, я, конечно же, использую ее как некую причину донесения того, что все получилось так классно, как хотелось бы. Нам очень важно убрать полностью все излишки воды из бумаги, чтобы у меня осталось там недельных пятилек. Ну что, можно действовать. У нас под давлением воды. У нас под давлением воды. У нас под давлением воды. А вот... У нас под давлением воды. Спасибо. Спасибо.